Финансовый вопрос может отразиться на сроках взведения двух домов в новом микрорайоне П-7. О миллионах рублей подрядчик спорит с субподрядчиком. В подробности конфликта разбиралась Ирина Потихина. Как-то незаметно для горожан, спрятанное за большим забором, в Ноябрьске развернулось строительство двух микрорайонов. Трехэтажки, всего их должно быть 13, предназначены для переселенцев из аварийного жилья. Под крышу дома должны быть возведены уже в этом году. График строительства жесткий, и именно его несоблюдение на первый взгляд послужило поводом для разбирательств между основной подрядной организацией тюменской фирмы «Стройсистемы» и одним из субподрядчиков – ноябрьской компании «Элитранс». В связи с тем, что «Элитранс» генеральный подрядчик пополняет работы по строительству квартирных жилых домов 9, 10 на микрорайоне П-7 в городе Ноябрьск. Грубые нарушения технологии производства строительных монтажных работ, сроков строительства приказывают перестановить. 13.03.работаю по строительству домов 9, 10. Это приказ руководителя тюменской подрядной организации. Его зачитывает представитель в Ноябрьске. Но на самом деле строительство двух домов, за которые взялась местная фирма, не ведется уже больше месяца. Директор «Элитранс» этого и не отрицает, только вот причина простая, по его словам, кроется в действиях главного партнера. По первоначальным документам «Стройсистемы» со своим субподрядчиком расплачиваться должна была постепенно. Сначала аванс на возведение первого этапа строительства первой трехэтажки, потом оплата следующего, самого дорогого этапа строительства, и так до полного окончания работ на каждом доме. Аванс по одному зданию ноябрьские строители получили, а дальше ситуация начала развиваться по незапланированному сценарию. Нам выделили аванс на то, что мы начали строить один дом, мы начали его строить, затем нам выделили второй дом с обещанным финансированием, авансированием. Часть средств мы вынуждены были отвлечь туда. В конечном итоге мы готовы были строить дальше. Да, заказчик нам сказал, что нам на сегодняшний день дальше нас финансировать пока не может, нужно строить на свои. Но мы уперлись в то, что сказали, хорошо, мы построим, но нам нужно промежуточное закрытие. С этого момента, говорит Ленар, сначала их кормили обещаниями, что, мол, скоро заплатят за выполненную работу. А потом и обещать перестали. Мы предоставили свои документы под обоснование тех сумм, которые мы потратили, которые мы должны получить согласно стоимости первых этапов, прописанных в договоре. С того момента тишина. Не можем мы получить ни подпись на своих документов так, чтобы кредитоваться дальше и строить. Потому что ощущаем, понимаем то, что не получим мы этих денег. То есть нам стоимость этапа будет автоматически занижена. Нам сегодня дают сметы, в которых стоимость этапа в два с половиной раза ниже, чем та, которая была прописана в договоре. В конечном итоге стройсистема в одностороннем порядке расторгла договор с Литранцем. Она объекты выставила своих работников. Вчера, вчера уже поступило мне распоряжение от моего начальства Тиминского. Мы встали сюда на работу, потому что у нас фонд областной жилищ, у нас сроки, нам надо сдавать полностью весь микрорайон как заказчик. Если мы приняли этот подрядчик, который не может справиться со своими сроками. Ну, приняли такое решение. То есть на верхах там у нас приняли такое решение. Мы здесь непосредственно как исполнители. Главный аргумент стройсистемы заключается в том, что не весь выданный аванс ноябрьские строители использовали по назначению. Ведь по договору деньги выделялись только на один дом, а наши часть денег пустили на второй. И именно поэтому не смогли завершить все работы по первому этапу. А раз не завершили, сроки сорвали, то, извините, сами во всем виноваты. В общем, работать друг с другом компании больше не хотят. Но пока не решится финансовый вопрос, оставлять стройплощадку «Литранс» тоже не намерен. На сегодняшний день нас устроит виток всего один. Значит, мы хотим, чтобы были подписаны наши бумаги, то есть подтверждение выполненных объемов именно финансового выражения. Обозначен срок, когда мы эти деньги сможем увидеть. Сейчас каждая сторона привлекла охранные предприятия, так сказать, для присмотра за действиями друг друга. Помимо этого директор «Литранса» обратился за помощью в правоохранительные органы. Видимо, теперь без третейского судьи не разобраться, на чьей стороне правда. Ирина Потехина, Григорий Куруптев. Новости нашего города.